Алена Дашкевич уже 15 лет реализует угощение от пчел. С уверенностью говорит, это настоящее лекарство. Загибайте пальцы, повышает иммунитет, заряжает энергии, регулирует метаболизм, сохраняет молодость, в общем вкусно и полезно. Тем более сейчас дворец искусств – рай для сладкоежек. Выбор большой – пчелиный, лесной, гречишный, даже крем-мед есть. Привезли в Бобруйск мед с малиной, мед с клюквой, мед с черникой, с прополисом привезли, с пиргой, то есть людям для здоровья. Люди знают эти меда, с ягодками мед покупают в основном у кого детки маленькие, чтобы их приучать к меду, считается не аллергенный мед. В основе там идет всегда липовый сорт меда, потому что он менее аллергенный. Можно всем его кушать, взрослым и детям. Продолжаем список предложений. Следующие на очереди – восточные сладости и сухофрукты. Лучшее оружие против осенней хандры. Халва, орехи. Последние стоят от 8 до 16 рублей за килограмм. Рядом можно купить чай. От селонского до японского. Есть и для глинтвейна со специями. Также здесь понравится тем, кто любит готовить. Пряный аромат специй из Узбекистана сразу доносится при входе. Редкие шафран, ванильные палочки, популярные имбирь, куркума. Наборы для супа и мясных блюд. 100 грамм стоит от 4 до 5 рублей. Заглянуть на универсальную ярмарку стоит. И называется она именно так. Неспроста. Можно разнообразить свой гардероб новыми вещами. Например, свитеры от 20 до 50 рублей. Постельные комплекты от 45. Верхняя одежда от 100. Примерочные тоже есть. У нас представлен широкий ассортимент товара, которые могут приглазиться бобручанам в холодный период года. Это мед, это чай, одежда, утварь домашняя, пищевая продукция. А также они могут приобрести путевку в санаторий, который представлен у нас на ярмарке. Это санаторий Ружанский. Садоводов тоже ждут. Саженцы есть. Но продавцы признаются. Очень быстро разбирают. Напомним, ярмарка «Листопад» будет работать еще два дня. Завтра с 10 утра до 7 вечера в субботу закроется в 15.00. Адрес Ульяновска, 35. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.